МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Правоприменительные практикам новации в сфере промышленной безопасности обсудили на окружном совещании Ростехнадзора. Яркий, оригинальный и быстрый в Маргаушском районе прошел фестиваль воздушных змеев. Тепла не будет. Чебоксарский гидрометеоцентр рассказал о погоде на ближайшее время. Как будет совершенствоваться надзор за промышленной безопасностью руководитель Ростехнадзора и глава региона обсудили на рабочей встрече. А накануне Алексею Алешину показали, как налажена система охраны труда на одном из новочебоксарских предприятий. Глава федерального ведомства дал положительную оценку. Подробности в следующем материале. Даже на таких инновационных заводах промышленная безопасность выходит на первый план и требует затрат. Вложенные средства себя оправдывают стократно. Система контроля за рабочими процессами на предприятии Хевил свою эффективность доказала. За все время здесь не произошло ни единого несчастного случая. Первыми на место ЧП готовы прийти газоспасательные группы завода. Мы создали нештатное аварийно-спасательное формирование собственных работников, оснастили его и аттестовали на право ведения газоспасательных работ. И такие подходы необходимо тиражировать, отмечает Алексей Алешин. В республике в области промышленной безопасности за последние годы удалось навести порядок. Приволжский Ростехнадзор и правительство региона взаимодействуют эффективно. Касаясь контроля надзорной деятельности, это надо необходимо. Наша задача в государственной политике, прежде всего, обеспечить безопасность любого производства с одной единственной целью, чтобы люди ощущали безопасность и были уверены в том, что завтра с ними не случится и в семье будет все благополучно. Количество ЧП на предприятиях страны за последние годы сократилось в разы. Алексей Алешин говорит, что на это повлиял подход ведомства к проверкам. Мы точечно сосредоточили все наши силы и средства туда, где действительно есть опасность. То есть дает результат этот, поэтому мы, наверное, первые среди надзорных органов перешли на эту систему. В Ростехнадзоре намерены пойти дальше и опробировать новую систему проверок. Если сейчас мы первые перешли, то, что сейчас все остальные надзорные органы будут переходить к статической модели, когда объекты все делятся по классам опасности и в зависимости от класса, как расстроится надзорная деятельность, планируется. Мы сейчас переходим дальше, уже идем на динамическую модель, когда риск рассчитываем на каждый объект отдельный. Благодаря новой системе количество чрезвычайных происшествий на предприятиях должно сократиться. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Александр Петров. Республика. Сегодня в Чубаксарах прошло публичное обсуждение правоприменительной практики Приволжского управления Ростехнадзора. В разговоре участвовали представители 270 организаций и предприятий, руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления общественных организаций. В центре внимания охрана труда и безопасность промышленного производства. В Чувашии почти 1400 производственных объектов, из которых 84 первого и второго класса опасности. Поэтому регион не случайно был выбран местом проведения публичных слушаний. К тому же у республики в целом хорошие показатели. В текущем году на производстве не было смертельных случаев. В 2016 погиб один человек. Положительная динамика наблюдается как в ПФО, так и в целом по стране, отметил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин. Состояние промышленной безопасности в Чувашии на достаточно высоком, хорошем уровне. У нас здесь нет, к счастью, погибших за последнее время. Аварий тоже немного, так скажем, они практически единичны. Поэтому в этом смысле состояние промышленной безопасности на хорошем уровне. И, кстати говоря, мы проводим эти мероприятия в различных регионах. Я вот смотрю от того, как руководитель региона относится к вопросам промышленной безопасности, во многом зависит его состояние. За последние три года число аварий и несчастных случаев на промышленных предприятиях сократилось на 30%. Это связано с реформой контрольной и надзорной деятельности, прокомментировал руководитель Ростехнадзора. Подход принципиально новый – снижение давления на бизнес. Сокращается число плановых проверок, приветствуется совместная работа проверяемых и проверяющих. Внедряются новые методы, такие как дистанционный мониторинг. Компьютерные программы сами высчитывают риск наступления аварий, что позволяет вовремя устранить причины. Для предпринимателей, для организаций крупного бизнеса важно, потому что есть отдельные пробелы в законодательстве. И об этом говорили и задавали вопросы сами ответственные должностные лица организаций разных сфер. Это очень важно. И потом уже вырабатывается нормативная правила база для того, чтобы эти пробелы устранять. И тем самым отношение бизнеса общества к органам власти становится лучше. В области промышленной безопасности Ростехнадзор уже минимизировал вмешательство в работу хозяйствующих субъектов. С начала текущего года на аналогичную модель переведен и надзор в области гидротехнических сооружений. В 2018-м запланировано сократить число проверок в энергетической безопасности. Именно безопасности производства была посвящена и выставка, которая развернулась в фойе. Инновационные технологии, передовые средства защиты, новые подходы к эргономике рабочих мест продемонстрировали предприятия и организации Чуваши, Мариэл и Республики Татарстан. Татьяна Трофимова, Расиль Мухаммедов, Андрей Спиридонов, Александр Петров, Республика. Пол предпрезидента России в ПФО Михаил Бабич доложил Владимиру Путину о том, что химическое оружие полностью уничтожено. Буквально вчера на объекте Кизнер в Удмуртии ликвидирован последний боеприпас. Таким образом, наша страна выполнила свои обязательства по международной конвенции на три года раньше срока. Кадры с торжественной церемонии видеомоста предоставили коллеги с телеканала «Моя Удмуртия». В ходе реализации президентской программы уничтожения химического оружия в России ликвидировано более 40 тысяч тонн боеприпасов. Работа была развернута в шести регионах страны, где построили семь современных производственных комплексов. Все использованные технологии и все уникальное оборудование было разработано российскими учеными и инженерами, отметил председатель Государственной комиссии по химическому разоружению полпредпрезидента ВПФО Михаил Бабич. Кроме того, во всех этих регионах появились объекты социальной инфраструктуры, на которые направлено 11,5 миллиардов рублей. Это позволило построить более 400 жилых домов, около 20 школ и детских садов, ввести в эксплуатацию 14 больниц, 3 спортивных комплекса, проложить 160 километров автодорог, 640 километров газопроводов, 240 километров сетей водоснабжения. По состоянию на 25 сентября уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения 0,65%. Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 4213 человек. Кроме того, еще тысячи человек вынуждены работать в режиме неполной занятости. Потребность в работниках сегодня свыше 17 тысяч единиц. С информацией о вакансиях предоставили более 2000 работодателей. Специально для студентов и выпускников образовательных организаций Минтрут Чувашии формируют базу стажировок. Она будет располагаться в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий и работа в России». Под стажировкой понимается трудоустройство по срочному трудовому договору, неполная занятость и готовность работодателя к обучению работника на рабочем месте. В Урмарах полицейские раскрыли разбойное нападение на местную автоледи. Злоумышленнику, угрожавшего женщине пистолетом и похитившего автомобиль, удалось задержать по горячим следам в течение часа. Подробности в сюжете моих коллег из пресс-службы МВД. В межмуниципальный отдел МВД России Урмарский обратилась 27-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в центре поселка стала жертвой разбойного нападения. Потерпевшая находилась в машине, когда к ней подошел незнакомец с пистолетом. Угрожая оружием, он заставил ее выйти из машины, а сам похитил транспортное средство. Потерпевшая сама позвонила сотрудникам полиции, рассказала о случившемся, после чего был объявлен план перехват, машина была объявлена в розыск. На сообщение об угоне автомобиля первыми отреагировали сотрудники госавтоинспекции Урмарского района. Инспекторы ГИБДД приняли все меры для задержания злоумышленника. Были проведены поисковые мероприятия, в ходе которых была получена информация о том, что вышуказанная автомашина движется со стороны Урмарского поворота в направлении поселка Урмары по автодороге Аниш. В связи с этим на 13-м километре нами была перекрыта автомобильная дорога с помощью большого грузаного автомобиля, после чего данная автомашина была остановлена. События минувших дней отразились на фотографиях. Увидев перекрытую дорогу, злоумышленник бросил машину и пустился в бегство. Скрыться правонарушителю не удалось. Его задержали сотрудники ГИБДД. На основании собранного материала проверки было возбуждено уголовное дело в отношении данного гражданина по факту разбойного нападения. Похищенная автомашина изъята. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено оружие, которым он угрожал потерпевшей. Похищенный автомобиль сейчас находится на спецстоянке. В ближайшее время машину возвратят хозяйке. Злоумышленник находится под арестом. С победителями Зорницы Поволжья 2017 из Чувашии встретился глава республики Михаил Игнатьев. Самые выносливые, быстрые и меткие в Поволжье. Доказательство тому сегодня на их груди. Ребята из Батревской средней школы номер один смогли обойти соперников из 13 регионов. Вас за Горяду, ребят. Я рад и я горд за вас за всех. К победе шли очень долго, рассказывает директор школы. Тренерский состав ставил задачу воспитывать не просто победителей. Только по итогам этого года у нас двое выпускников поступили в высшие военные учебные заведения. Я думаю, что это тоже показатель. Михаил Игнатьев отметил, такие молодые люди нужны стране. Они, в свою очередь, вероятно, задумываясь о будущей карьере, поинтересовались, каково это руководить регионом. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь с такой нагрузкой? Когда на работу мы тоже выходим, я забываю про семью, про дом. Я принадлежу государству. Как слуга народа, я обязан служить. Когда уже возвращаешься, начинаются другие проблемы частично, начинаешь думать по-другому. Чуть-чуть семью нельзя забывать, домашнее хозяйство и домашнее хозяйство. И вот она. Когда нет этого плана, нет системы, конечно, начинается суета и практически время будет тратиться на пустое. Не тратить время на пустое и не давать пустых обещаний. Таков рецепт от Михаила Игнатьева. Я помню, в 2015 году вы приехали в Патрио, мы заняли первое место тогда. Вы нам сказали, займите первое место, займите по лодке, и я с вами с удовольствием еду. Что ж, сказано, сделано. Ольга Пырычкина, Олеса Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. Сто лет. Именно столько Чувашский академический драматический театр радует зрителей своими спектаклями. Сегодня он открыл юбилейный сезон. Глава Чувашия Михаил Игнатьев поздравил коллектив театра. Декорации построены, свет выставлен, артисты готовы, а в зале яблоку негде упасть. Чувашский драмтеатр открывает новый сезон. Здесь каждый зритель становится частью театрального действия. А артисты делают все, чтобы погрузить публику в нужную атмосферу. В юбилейный сезон театр вошел со спектаклем Константин Иванов. В этой драме задействована вся труппа, именно поэтому постановка выглядит масштабно. А живое исполнение народных песен погружает в атмосферу давних времен с первых же секунд. Спектакль Константин Иванов не единственный подарок зрителям на открытие сезона. Артисты театра подготовили игры забавы. Не обошлось и без сюрпризов. В зале разыграли лотерейные билеты. Актеру Сергею Иванову присвоено звание народного артиста Чувашской республики. Небо над Маргаушским районом вновь украсили воздушные змеи. Там прошел ежегодный фестиваль летательных аппаратов. Более 50 человек из семи районов республики съехали, чтобы доказать. Их змеи не просто самые красивые и оригинальные, а еще маневренные и быстрые. Чем удивили участники на этот раз, узнала наша съемочная группа. Воздушные змеи появились в Китае. Сначала их делали из палочек бамбука и больших листьев. Позже, когда появился шелк, их заменили на ткань. Сегодня разнообразие воздушных змеев настолько велико, что глаза разбегаются. Корабли, гусеницы, ракеты и даже супергерои. Словно птицы, они ловят воздушный поток и устремляются вверх. Осенняя ветреная погода благоприятна для полетов. Одно из конкурсных заданий – красивый запуск змея. А тут подходящего ветра мало. Необходимо мастерство пилота. Это плоский змея. Мы сделали из частей зонтика. Делали его одну неделю. Мне помогал мой учитель, Карамаликов Николай Петрович. Мне очень нравится делать такие змеи. Ну, как свободная птица себя чувствуешь, когда запускаешь змея. Воздушный змей уже давно утратил свой первоначальный вид. Современные летающие конструкции поражают разнообразием форм и расцветок. Серое небо – прекрасный фон для ярких красок. Эта идея пришла мне, когда я увидел ее в книжке для змеев. Там было множество интересных змеев, но я выбрал именно этот. Потому что он должен хорошо летать и выглядит очень красиво. Фестиваль воздушных змеев в Маргаушском районе проходит уже 10-й юбилейный год. Интерес к этому виду развлечений с каждым годом растет. Здесь у нас выступают отряды юных космонавтов и юные авиамоделисты. Ежегодно они выставляют модели змей в четырех классах. Это и коробчатые, и плоские, демонстрационные, экспериментальные. В воздушные змеи мы смотрим, как они взлетают, как высоко парят, как садится змей уже при посадке, и смотрим, как изготовлен. Победителем на этот раз стал Яльчикский район. В небе над полем еще долго летали разные звери и сказочные герои, поднимая настроение всем, кто наблюдал за этим ярким зрелищем. Рифат Фаткулин, Арена Кавелян, Республика. Цепло, похоже, закончилось. В пятницу и в ближайшие выходные в Чувашии ожидаются дожди. Такую информацию предоставила Метеослужба Республики. Температура воздуха постепенно, постепенно понижается. Ночью все три дня 0,5. На почве заморозки до минус 2. Ну и дневные температуры всего плюс 5, плюс 10. Начало октября, по прогнозам синоптиков, тоже ожидается холодным, но без осадков. Температура ночью опустится до минус 3, а днем максимальная плюс 11. Синоптики отмечают, что октябрь ожидается на 1 градус теплее нормы. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин